Итак, это фундаментальный экономический и технический обзор компаний Мечел, Киви и компанию ТМК, трубная металлургическая компания. Начну с компании Мечел, у нее очень желчный сентимент на самом деле, но, как говорится, акции компании, именно акции обыкновенные Мечел, они очень сильно хаотичны, то есть очень долго там набирает позиции, но потом очень сильно она и очень даже высоко она выстреливает. Давайте рассмотрим ее сейчас фундаментально, что из себя представляет. Мечел это российская горнодобывающая и металлургическая компания, объединяет производители угля, железнорудного концентрата, стали и проката. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Давайте посмотрим на соотношение цена-прибыль, минус 0.88 пункта, среднерыночный получается 17 пунктов, P на B минус 0.15 пункта, то есть цена на баланс, среднерыночный 1.7 пункта, денежный поток 1.74 пункта, то есть умеренный. Давайте перейдем к денежным потокам компании Мечел. На самом деле в компании имеется большая долговая нагрузка, я про нее давно уже тоже говорил, и раньше тоже снимал ролики, и сейчас. Но понимаете, все изменилось после того, как в нее вошел ВТБ, в Мечел. А ВТБ вошел у нас в Мечел, откупив, по-моему, то ли 35, то ли 40% его общего долга. Короче, огромную долю откупил там ВТБ. И знаете, вот такие большие банки в стиле ВТБ, Сбербанк, когда они откупают чьи-то долги, они откупают их не просто так. Они диверсифицируют тем образом свои денежные потоки. И войдя в ВТБ, ой, пардон, войдя в Мечел, ВТБ там закоренился, сейчас в самом Мечеле происходит реструктуризация его долгов. То есть, понемногу, по чуть-чуть, да вопрос с долговой нагрузкой постепенно решается. И вот тоже было ранее 3 июля собрание акционеров, где акционеры одобрили условия по реструктуризации долга компании. Также ранее компания продала свою, ну, такую подкомпанию, назовем так, Эльга Уголь и железнодорожную ветку УЛАК Эльга. И с этой продажи, важно, господа, компания направила деньги на погашение долговой нагрузки. То есть, мы сейчас прекрасно понимаем. В первый момент в компанию пришел ВТБ. Первое. Второе. Компания пытается решать вопросы с долговой нагрузкой. И основные кредиторы Мечела это ВТБ и Газпромбанк. И вот условия реструктуризации таковы, что в рамках новых соглашений срок погашения продлен еще на 7 лет долговой нагрузки. С возможностью пролонгаться еще на 3 года, если компания будет соблюдать чисто график платежей. И вот что еще заявлял менеджмент компании. Реструктуризация чрезвычайно важна для будущего компании. Она улучшит финансовое положение Мечела, обеспечив погашение долга и давая возможность инвестировать в развитие существующих проектов. А это значит и в повышение акционерной стоимости. Это важно. То есть, менеджмент уже зашевелился. И в итоге акционеры реструктуризацию одобрили. По акциям привилегированным компания Мечела выплатила дивиденды в размере, по-моему, 4% годовых. По обыкновенным акциям ничего не выплатили. Но разница тоже префа и обыча в том, что обыча тоже поликвиднее будет. Но там объемы проходят тоже такие весомые. Далее, отчетность производства стали за первый квартал 2020 года в Мечеле составила 876 тысяч тонн против 860 тысяч тонн за четвертый квартал 2019 года. Уголь вырос на 47% до 5,188 миллиона тонн. Поэтому в совокупности уже фундаментальных факторов, опять же, коррелируя их непосредственно с долговой нагрузкой, то компания сейчас буквально старается из этой трясины выйти. Да, они эту эльгу продали, поняли, что эльга это была тоже, скажем так, один из самых стратегических объектов, но, но, знаете, может быть, даже оно и к какой-то степени к лучшему. С одной стороны, если подумать, погашение долговой нагрузки сейчас это преимущественно важная составляющая для Мечела. Долговуху перед ВТБ и Газпромбанком. Как бы они приоритет ставят именно в первую очередь на это. И потом уже развивать непосредственно существующие производственные мощности, да, благо они в Мечеле есть. То есть Мечел завершил, по факту, недавно, буквально в апреле, модернизацию братского завода ферросплавов. Модернизация позволит нарастить выпуск продукции на агрегате до 40%. Общие инвестиции в проект составили порядка 1,1 миллиарда рублей. Ну и после модернизации мощность рудотермической печи для выплавки ферросплавов увеличена с 25 до 33 мегавольт ампер. Короче, производственные мощности компании постепенно растут. Из тех проектов, которые сейчас именно в Мечеле остались. И вот, когда наступила ситуация с коронавирусом, да, Мечел, ну точнее, когда была пандемия, вся эта шляпа тудым-сюдым, да, Мечел поставлял металлопрокат на строительство больницы ВРФ для борьбы с коронавирусом. Об этом, в принципе, заявляли в компании ранее. Короче говоря, в самом Мечеле сейчас этот процесс реструктуризации долгов, компания в первую очередь ставит акцент на этот фактор. Оставшаяся производственная мощность компании, они имеются. Помимо Эльги, которую продали они на погашение долгов, они имеются. Вот. Так что стратегическая задача сейчас Мечела, менеджмента, они собираются погашать долговую нагрузку. Но все же по сей день долговуха, она остается довольно весомой и высокой. Так что все, по прошествии времени будет нормально. Далее выручка компании. За 2019 год упала на 5%, то есть 2018 год и 2019. То есть по итогам 2019 года выручка компании упала на 5%. По сравнению с 2018 годом. Операционная прибыль тоже мы видим припала, к сожалению. Чистая прибыль аналогична. Ебеда, но тоже есть такой. Денежный поток свободный тоже припал. Вот. По итогам первого квартала 2020 года, уже в условиях, скажем так, коронавируса, чистая прибыль за первый квартал 2020 года компании тоже упала. По чистой прибыли вообще образовался чистый убыток. Вот. Это даже видно и на текущем отчете. Вот. Но это опять же понимать условия кризиса. То есть в мирное время компании тоже были проблемы. Они остаются, по-сейски, это высокая долговая нагрузка. А в условиях... Это вот мирного времени, да, когда еще она до 2020 года ситуация была. А в условиях уже кризисного времени, да, уже прям проблемы... Естественно, получились. Никто не ждал, что когда будет пандемия, да, то есть закрытие границ, самоизоляции какие-то мнимые, блин. Вот такая шляпа и получилась. Вот. Что имеем, то имеем. Но даже из-за данного фактора я бы не стал компанию, знаете, как... Как-то ее хаять, компанию. Не стал бы. Не стал бы. Ну, обыкновенные акции Мечел, дивиденды, насколько я помню, тоже не платят. Также и показано на текущем графике. Раньше, да, приплачивают. Но сейчас прям уже особо-то и не платят. Заводолженность красной линии, ну, естественно, высокая обязательность, то есть вот именно сами долги, скажем так. Также вышел отчет непосредственно по РСБУ Мечела за 6 месяцев 2020 года. Это РСБУ, не МСФО. Разница в отчетах большая. Составил 422,5 миллиона рублей, убыток, да, увеличившись на 19,9% по сравнению с 352,5 миллионами рублей в предыдущем году за аналогичный период времени. Выручка сократилась на 13%, ну, почти на 14% даже так вот. В целом, кризис на компанию также негативно, я бы сказал, повлиял. Давайте перейдем на техническую составляющую от фундаментала и стратегии отчетов, переходим на технический анализ. По технике я могу сказать одно, Мечел умеет выстреливать, и умеет выстреливать очень сильно. Ну, например, сейчас Мечел торгуется на той поддержке, на которой торговался с 2015 по 2016 год, вот здесь вот, да, перед выносом большим. Торговался он с марта 2019 по февраль 2020, перед тоже весомым выносом. И торгуется он на этой же отметке буквально сейчас. Вот здесь вот. Просто, опять же, учитывая политику компании о реструктуризации долгов и понимая, что они этим хотят, скажем так, совершить, сделать, я лично Мечел и имею у себя, ну, 3% от капитала в инвестчасти, потому что я прекрасно понимаю то, что данная компания, она умеет очень сильно и лихо расти, вот, и ни в коем случае не стоит ее, ею как-то пренебрегать. Исходя по Меченому графику, да, что мы видим здесь, ну, даже можно и недельный график включить. Хотя Меченый тоже хороший. Сейчас, давайте недельный посмотрим. Так. Не, лучше Меченый. По Меченому графику прям прекрасно будет показать вам наглядно. В чем прикол? Мечел откупают вот здесь вот, вот здесь вот, выбивали стопы здесь и выбивали стопы здесь. Как показывает практика, вот такой вот откуп, да, вот здесь вот, вот здесь, и вот когда выбивать стопы глобальные, это не просто так. То есть акции сейчас не дают пойти выше, потому что акция стремится пойти именно выше. То есть, видите, она даже в моменте пробивала и шла на 75 там рублей за акцию и прочее. То есть акцию искусственно удерживают вот в этом боковике. 59.45, дефис 68.50 рублей за акцию. Иными словами, какой-то участник, либо какая-то группа участников в рынке, они позиции по Мечелу сейчас собирают. Вот, моя красная цель по Мечелу, это приход хотя бы к 100, дефис 115 рублей за акцию. То есть вот сюда. Ну, думаю, прекрасно видно это. Также Мечелу ходит сейчас в своей формации треугольник. Формирует на месячном, а также на неделем графике. На уровне 59 рублей за акцию в формацию двойное дно. Вот, двойное дно. С основанием у уровня как раз таки 105-110 рублей за акцию. Вот здесь вот. Даже помечу, вот здесь вот. Грубо говоря, в моменте акция может на какой-либо новости взять и выстрелить. Легко. Так что пренебрегать Мечелу я лично не пренебрегаю. Хоть у него там имеется долговая нагрузка довольно весомая и прочее. На самом деле, да, сама по себе сделочка она рискованная сделка, да. Но в такие даже подобные сделки большой доли капитала никогда нельзя входить. Никогда. Никогда, господа, никогда. Вот. Но небольшую долю от капитала. Ну, там 3% это в самый раз. В итоге, по Мечелу картина остается обыкновенная. Долги компании пытаются погашать любыми способами. Да, они продали Эльго. Да, остались у них еще и другие побочные проекты. Производственные мощности. Но пока, думаю, сам расклад в этой компании, он, как говорится, остается очевидным. Проблема есть, но решаемая. Далее, компания Киви. Я часто скажу, видел разного рода переобувания, разного рода топ-менеджеров в компаниях. Но, блин, то, что Киви сделал буквально на текущей неделе, побивает вообще все рекорды моих наблюдений. Компания за пару торговых сессий переобулась несколько раз. Вообще гениально. Почему? Потому что ранее компания, точнее, ну, компания Киви, естественно, готова была продать акции класса B на 13,4% от капитала. Ну, то есть, провести СПО, да? Вот. И всего к продаже было предложено 6 миллионов 800 тысяч 870 акций. Но, это был вторник. В среду, и при этом котировки акций, они упали. Вышли американцы, все, они все обвалили. И наступила среда. Платежный сервис Киви отменил СПО. Сообщил об этом Reuters. Гениально. Просто гениально. Вот она сама нерешительность компании, скажем так. Среди корпоративных и фундаментальных событий, компания сейчас проводила, точнее, завершила продажу карточки совесть. Проекта совесть. Да, звучит, конечно, двояко в стиле. Киви завершила продажу совести. Ну, это двояко такое сочетание слов. Но в чем суть? Карта совесть, она себя не окупила никак. Карта совесть, карта рассрочка. Я думаю, все знают. Она появилась, по-моему, в году то ли 15-16, я уж не помню. И активно после совести начали выходить такие карты, как от Совкомбанка, от Хомкредитбанка. Карта рассрочек, да. Вот. Но, как говорится, не сдался проект. Ну, бывает. Это бизнес. Бывает. А почему проект не сдался? Друзья, господа, да все просто. Потому что люди как ходили получать товары на кредит со стороны банков, имеющихся на торговых точках, так они и ходят по сиденьям получать. Ничего с того времени, когда я там еще работал, не изменилось вот сейчас. Вообще. Как было, так и осталось. Даже карты рассрочек, да, они, они, им и пользуются, да, ими пользуются, но не так активно, как непосредственно получением живого товарного кредита на тот или иной товар, который люди покупают. Так что, в этом аспекте, да, в этом контексте, ну, тут проект просто не окупился. Такое бывает. И сам проект Киви, совесть Киви продал именно Совкомбанку. А у Совкомбанка тоже имеется проект своей авторской карты рассрочек. Короче говоря, данное поле Киви он полностью освободил. Теперь основные конкуренты вот в этой сфере, это Совкомбанк и Хомкредитбанк, все. Других конкурентов, в принципе, нету, потому что именно основная доля за ними находится. Основным видом получения прибыли компании Киви является именно денежные переводы. То есть, она дерет, в принципе, неплохие комиссионы с денежных переводов, да, то есть, интернет-кошелек, разного рода терминалы, которые стоят там у метро, в салонах связи и прочее. Короче, это платежный сервис, он дерет бабки, в первую очередь, на комиссионках. Цена на прибыль составляет 15,93 пункта. Цена на баланс 2,92 пункта. Денежный поток компании 188,95 пункта. Короче говоря, фундаментально компания немножко, ну, скажем так, дороговато, фундаментально. Чуть позже рассмотрим ее стоимость в техническом соотношении. Давайте перейдем на МСФО. В 2019 году компания заработала прибыль выше, чистую прибыль выше, чем за 2018 год, да, выручку аналогично. И по итогам первого квартала 2020 года компания тоже заработала чистую прибыль выше, чем за первый квартал 2019 года. Ну, и выручку в том числе. Вот. Как говорится, онлайн-платежи, они очень сильно себя окупают в этой компании. Так что данный фактор тоже необходимо помнить. Операционная прибыль растущая, чистая прибыль растущая, ебеда растущая, денежный поток за 19 год не могу снизился по отношению с 2018 годом. Вот. Так что пока все компании, в принципе, не так все и плохо. Держится она устойчиво на своем рынке. Но по мультипликаторам, да, перегрето. Есть такое. Дивиденды компании Киви платят исправно 4 раза в год, да. Ну, и средняя дивидендоходность получается около 5% годовых. Мало, но стабильно. Имеется также прогноз, что выручка и чистая прибыль компании в будущем будут только расти. Да. Тут по-другому я не могу сказать, потому что реально к этому прецедента имеется. Долговая нагрузка минимальная. Находится под балансовой стоимостью. Обремененности долгами в компании нет. Стратегически только развитие. Тактически тоже развитие. Фундаментальная компания в Киви Райне находилась в своем боковике. Да, она опять из него вышла. Это месячный график. Давайте перейдем на недельный график. А так компашка, в принципе, стоит все еще в своем. Скажем так, в нисходящем тренде. Пока что именно тут. Стратегическая зона сопротивления это 1610 рублей за акцию. Вот, самая стратегическая. Сейчас она опять пришла на свое сопротивление 1320 рублей. Ну и она его не пробивала. Вот здесь, не тут. И теперь бьется об него вновь. Снова, то есть. И по недельному, то есть в среднесрочном графику, институт торгуется в своей зоне турбулентности. В облако и шимоку. Перегреться она. Да, она перегрета. Пришла на свое стратегическое сопротивление. Да, она пришла на свое стратегическое сопротивление. И опять же, по поводу прибыли. Оборот онлайн покупок по платежным каналам Кивик за те же самые майские праздники вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Да, фундаментально, конечно, дорожка у нее прям покрыта зелеными бенджинами франклинами. То есть, хорошая бизнес-стратегия, скажем так. Поэтому сейчас все внимание акцентируйте на данной зоне сопротивления. Она от него вновь откатилась. Но стратегически, стратегически, вот. Самая сильная зона сопротивления 1620 рублей за акцию. Вот именно здесь. Будет очень дикая зона волатильности. Далее акция ТМК. Сегодня тоже по ней поступило очень много сообщений. Ну, там цена просто как-то обвалилась. Вот. Немного снизилась. Но, как говорится, что бывает, то бывает. Ранее компания ТМК в 2019 году продала свою американскую дочернюю компанию. Вот. В компании тоже имеется большая долговая нагрузка. Поэтому с продажи дочерней компании она направила деньги непосредственно на погашение долгов. И поэтому дивиденды по итогам 19 года компания решила не выплачивать. Ну, потому что на долговых надо тоже погашать. Это в любом случае. Основная деятельность компании – это производство широкого спектра трубной продукции. Ну, так, в принципе, называется трубная металлургическая компания. Трубная продукция, значит. Вот. Которая используется прежде всего в нефтегазовом секторе. Ну, и важно помнить то, что ТМК используется и продукт свою продать в химическую промышленность, да, типа, в сферу энергетики, машиностроения в том числе, строительство, агросектор и прочее, да. Да, что есть только у нас в стране. Компания пускает, в свою очередь, бесшовные сварные трубы, а также стальную заготовку. Вот. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом серверных услуг и термообработки. Нанесение защитных покрытий, вот, и нарезка применяется соединение с логированием и ремонтом труб. Так что в компании тоже имелось 28 предприятий, расположенных в России, в Канаде, Румынии, Амане, ОАЭ, Казахстане, короче, Европа, ну, и было в США. Ну, США не продлить дирекцию, так что там, как бы, уже все. Adios Amigos, как говорится. Компания тоже недавно проводила, скажем так, встречу с инвесторами, да. И они заявили тоже в некоторый момент о том, что план капзатрат на 20-й год может сократиться до менее 200 миллиардов долларов. Ну, и также в ней был ранее buyback, да, до начала июля. Buyback уже все завершен, но про него мы сейчас и тоже поговорим. Давайте перейдем к фундаменталу. PE 2.78 пункта, PB 0.81, денежный поток 15.50. Ну, короче говоря, компания в рынке реально недооценена. Но пока вот именно сейчас какого-то потенциала, какой-то идеи в ней я лично не вижу. Но уж вырасть она может ого-го как. Но главная идея должна быть в ней, не просто так. Тоже была раньше информация о том, что, тоже повторяюсь, была информация о том, что ТМК, точнее из Британии, какая-то сейчас пытаюсь вспомнить новость была про санкции Великобритании. Великобритания собиралась отменить секторальные санкции с Российской Федерацией. И туда попадали также бесшовные трубы. Вот. Для ТМК это, на самом деле, хорошая тема. Хорошая тема. Да. Эта тема очень интересная. Но пока как-то все говорили, 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 да потом все утихло. Вот. Такие тоже проблемки бывают. По МСФО за 19 год компания, повторяюсь, заработала чистую прибыль в, не знаю, в дохренищий раз больше, чем за 18 год. Но это было с продажей именно дочерней компании, да, дочерней американской фирмы. Вот все они продали, прибыль вывели и отправили эту прибыль на погашение долгов. Ну, все, все, это произошло. По РСБУ за первый квартал 2020 года, по РСБУ, между прочим, это не МСФО, это РСБУ. Это разные отчетности, еще раз напоминаю. Компания за первый квартал 2020 года заработала чуть больше, чем в первом квартале 2019 года. Чистая прибыль. Тоже такой очень немаловажный фактор. Вот. Долговая нагрузка компании больше, чем баланс. И она сейчас, ну, с 2020 года, да, постепенно начала расти. Просто тут указан 31 марта, а погостили-то они долг свой во втором квартале. Вот. Прямо перед заседанием. По-моему, то ли в апреле, то ли в мае. Вот. Плюс-минус в этих месяцах. А тут до 31 марта, то есть до конца первого квартала. Ну, надо просто формацию ждать и ждать. Но мы видим то, что баланс компании увеличился, и это путем перетока денег с продажи американской дочерней компании. Вот в чем факт. Вот. Стратегически, стратегически, рост-то будет. Потому что деятельность ее в рынке актуальна. Тут никто это фактор и не отрицает. Вот. Технически, картина следующая. Недельный график. У нас был нитевидное скопление свечей. Здесь шел байбэк. Вот тут. Вообще, компании с этим байбэком вроде как, по-моему, собирались до августа. То ли до 7-го, то ли до 10-го августа. Но вот сегодня коррекция. А вот из-за чего коррекция, я без понятия. Потому что новостей не было никаких. Может быть, даже отсюда выходит чистый инсайдер. Такое тоже вполне себе реально может быть. Это по недельному графику. Цена пришла, опять же, на свою поддержку. Видите? Уровень 55-10. И тут отсюда начали ее постепенно откупать. Вот. По недельному графике идем то, что тут у нас тупо боковик. Вот он, боковичок идет. Имеются ложные проколы. То вверх, то вниз, то вбок. Смешно. Но просто пока, видите, боковик. Боковик. Ничего нового. Просто боковик. На мечном графике картина такая же. Но акцентирую ваше внимание на то, что стратегическими поддержками является диапазон уровней 44-25 рублей. Вот именно здесь. Ниже которых цена не пойдет 100%. Не пойдет 100% ниже которых. Вот. Так что стратегически в ТМК только рост. И в чем суть? Тоже, видите, формат с треугольника в ТМК. Как в ТБ, как в РУСГИДРО, как в УГК-1. Короче, как в ТГК-1. То же самое. И сейчас ТМК свою верхнюю грань. Вот этого. Скажем так. Границу треугольника он пробил ее. Видите, да? Граница. И здесь ее пробитие. Это означает то, что сейчас цена, цена, скажем так, пробила свой 12-летний, 12-летнюю формацию треугольника. Видите? Минимы все выше и выше. Это радует. Реально радует. Стратегически радует. В долгосроке. Но в краткосроке, повторяюсь, идей нету никаких в ней. Так что она пришла сейчас на свою сопротивление, поддержку, 55 рублей за акцию. Ну, тут пока будет консолидация какое-то время. Дальше уже увидим. В итоге данная компания, носит и говорит про инвестицию, да, они интересны под инвестицию. Под прям, бух, долгосрочную дистанцию времени. Один Мечел только чего стоит. Или один Киви. Уж тут не важно. Но в краткосроке, если играть спекулятивно в них, отрабатывать, то пока идей именно в ТМК и в Киви нет. А вот в Мечеле что-то назревает. Что-то там назревает. Потому что там очень активно откупают позиции сейчас. С какой целью? Да хрен его знает, с какой целью. Мы все равно это не узнаем. Мы не инсайдеры, как говорится. Но с какой целью откупают? А цель она одна. Купить подешевле, продать подороже и зафиксировать при этом прибыль. Так что лично я держу Мечел 3% от капитала. Какие-нибудь на уровне 100, дефис, 115-120 рублей, я бы задумался о продаже. Потому что зафиксировать такую реально огромную, ну как, 50-60% роста, ну это, блин, это неплохо, это неплохо, это хорошо. Главное, что компания сейчас активно пытается провести реструктуризацию долгов своих. То есть, в носу не ковыряет, дела свои исполняет. Как говорится, респект и уважение. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевого торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технически фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендацией не являются, но постятся они в телеграм-канале Биржевик, посвященный фондовому рынку, товарному рынку, а также долговому рынку, то есть облигациям. В нашей ВКонтакт-группе, тоже, которая посвящена товарному рынку, фондовому рынку и долговому рынку. Именно там постятся эти торговые идеи. А также у нас имеется второй телеграм-канал Биржевик Банки. Там пост носят чисто про банковский сектор. Полезен быть для многих. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.